всем большой привет девчонки это я со своим отчетом о по моему сапожку это мой первый сапожок и в прошлом видео я такая вся на радостях от эмоций сказала что это будет сапожок моему сыну но нет это будет сапожок моей дочки потому что второй сапожок который у меня купленный он такой голубенький там животные друг на друге сидят и голубенький фон ассоциируется все-таки с мальчиками ну как-то так а это будет зелено-желтенький такой весь ярко разноцветный он будет для моей дочки и я вышла уже практически половину ну да наверное по объему работы скажем так я вышла самую объемную часть это вот эту вот хотя здесь вот это все это зашивается полукрестом мы вот вокруг вы видите желтая да тоже полукрест полукрест это все полукрест и ну осталось не выше только самих как бы снеговиков да надпись и вот покажу вам что у меня получается вышивала я это наверное если не считать перерыва когда мы уезжали на пару дней наверное скажем так грубо округлив неделю то есть ну в принципе тут вышивать то нечего да елочки крестиком чтобы такое взять чем показывать пальцем я не знаю если я шуршу как всегда бешу всех теперь это будет такая на злобу дня шутка да шуршание пакетиков лайни собак в кадре мяуканье кошек плащ детей это будет просто вот на злобу дня так елочки вот сами вот эти вот вышиваются крестом вот это вот вышивается крестом ну и сами снеговики остальное все полукрест первый раз я вышивала полукрест в 45 сложений готовлюсь к своей авроре вот ну вот это было белый был в 5 остальные все вот эти вот голубые цвета это было полукрест 4 нити здесь вокруг желтенькая это только желтый зеленый цвет это в две нити здесь две нити вот в одну нить ничего не было мне кажется даже бэкстич две нити сейчас я вам скажу точно так у шариков здесь будет бэкстич такие как загугольки на чем они висят в одну нить остальная вся обшивка в две нити и буквы в 3 еще будут два типа французских узелков черных ай ну это будет наверное пуговки пуговки как это сказать на снеговике ну вот на пузике да пуговки может глазки вот туда еще не дошла я даже не смотрел эту часть схема вот вышивается безумно легко такая цветотерапия даже себе не представляете вообще просто хочешь зеленым вышивай зеленым хочешь салат хочешь голубым белым красным желтым единственное что да когда ты вышиваешь вот эти вот шарики на елочные украшения да там лишь они на цветов допустим даже взять вот этот вот красный шарик мне кажется здесь раз два три здесь три цвета и один бленд чтобы не наврать я сейчас точно проверю даже по схеме раз два ну да получается 30 и бленд взять брать за вот это вот такая типа как за что он там цепляется вот моя схема покажу вам я отмечаю всегда желтым карандашом фломастером мне очень нравится во первых все видно я не копирую схема я считаю ну вот мережку я скопировала но там огромная работа и там у меня уже начала просто трепаться схема из-за того что этот длительный процесс такой туда-сюда я переламываешь во многих местах так листи большие а вот когда такая схема я считаю это нецелесообразным ее копировать не она не нужна будет потом никому я ее не себе никому не оставляю она пойдет в мусорник сразу просто чтобы было видно back да я зарисовываю желтеньким если это была бы какая-то другая схема вот например султана да там цвета сильно это даже была бы черно-белая не в этом суть просто там никакого бэкстича не нужно эти листы у меня идут сразу в мусорку я зачеркиваю черным ну мне так удобнее да просто тех схемах где мне нужен отшивать backstitch после отшития крестиков полукрестиков я зачеркиваю цвет светлым цветом чтобы потом просто ну не потеряться да и вот это сколько схематические отшила и вот будет остаток вот эта вторая схема здесь вообще вышивать нечего это все полукрестом это все полукрестом то есть получается вот этих снеговиков дошить до в шарфах в шапках и варежках будет немножко мешанина цветов так же как и в новогодних этих елочных украшениях но это меня уже не пугает вообще он очень легкий 14 канва это я просто назло врагам как говорится я обожаю 14 канвы вообще крестики ни один не толкается мне здесь такие крестики получаются красивые может быть приближе вам покажу боже мой да ни в одной работе у меня таких крестов не было вообще ниточка ни разу нигде не путалась все настолько идеально посмотрите как села моя канва да по прям по по рамке рамка это не скажу вот есть 30 на 40 есть один размер меньше эта рамка вышиваю я на своем станке который с одной ножкой он пингвин называется все работы что меньше которые у меня натянуты на рамку 30 на 40 и меньше тот станок просто он такой многофункциональный я сейчас еще попросила мне оставить надо заехать забрать и купить две рамки то есть одну 30 на 40 еще одну хочется мне раскладить процессов если честно мне надоедает и когда мы ездили в поездку я с собой брала на пяльцах феечку от лансейк но на пяльце пяльце это все такое в одну как одной рукой вышиваешь это все так долго и муторно мне начинает раздражать мне хочется эти пяльцы взять зубы вышивать двумя руками вот если честно поэтому я с 20 на 24 по-моему самая-самая-самая маленькая рамочка тарабески я ее тоже хочу для вот этих вот феечек ланситовский маленьких ну господи да по сравнению там с какими-нибудь которые американцы покупают millennium frames которые господи стоят такие деньги громадные арабеска тем более что ее и здесь в европе возможность купить вообще даже не знаю о чем еще думать вообще идеально просто идеально что еще хочу рассказать по эту работу да вот полукрестики я скажу так что мне моя шарена говорила и я сама обратила внимание вот допустим где-то я белым цветом вот у меня пасма до 6 ниточек я одну ниточку вытянула например вышила где-то беленькая ну где-то в елочке там не важно где туда крестиком у меня осталось 5 ниточек в пасме и мне 5 ниточек надо использовать на полукрест я вам советую разделить эти пять ниточек по одной не прямо так вот как они были в пасме 1 вытащили 5 осталось взяли вставили в иголку и начали вышивать разделить их по одной прям разделить и обратно все вместе сложить и тогда ваши полукрестики столько много сложений в 4 в 5 6 там 8 12 да будут намного красивее ложиться я сначала так мне об этом шарена говорила я так мимо ушей пропустила ну и начала просто вот есть у меня happy days как говорится да счастливые времена сразу уже пять ниточек не надо не разделять ничего все взяла в иголку засунула вроде бы но нет крестики получаются полукрестики ровнее если вы сначала ниточки все разделите по одной и вместе все обратно соберете вот это так по опыту ну и его для отчета я тут собиралась вышить как бы вот эти четыре елки да и вот этот снег думаю ну выше покажу сначала это было две елки снег потом это уже было четыре елки снег потом я уже думаю вот эти вот вещи ну что они тут валяются до снежинки эти комочки какие-то и покажу тогда потом короче не остановиться с этой работой просто не остановиться потом я уже думаю ладно я вообще вот эту вот линию разделю как бы вверх снеговиков от этого низа да и покажу ну и что вы думаете пошло-поехало и снеговики у меня тут уже и фон я уже просто себя остановила здесь ниточка закончилась думаю надо надо же этот желтый дошить до конца нет все я такими темпами вообще всю работу закончу вот что-то еще хотела я сказать а меня здесь видите как сдвинулась работа получается носик здесь будет вот так вот еще проходить я не знаю как так получилось я сложила канву ну я начала вообще середине здесь чуть повышевала потом не ниткой спасибо лиле букет за то что ты показала так подробно опять возможно мой вопрос был не в тему мой комментарий показать опять как-то размечаешь ниткой мононитью канву но я просматриваю все видео но я забываю у меня память как у золотой рыбки 30 секунд я забываю было такое видео был ли такой вопрос как-то искать ну не то чтобы лень просто времени на это даже не могу сказать не то что жалко просто вот это же надо сейчас да вот горит она не терплячка наступила вот поэтому я задала вопрос спасибо тебе что ты так ну быстро отреагировала и сняла такое видео и про штативы камерные эти вот эти которые вот такие гнущиеся очень интересные я перелопатила весь интернет нашла их только в америке и из америки нам в ирландию сюда с доставкой плюс duty очень дорого заказывать поэтому буду учиться снимать со своим штативом что у меня есть может быть под углом но вот сейчас я себе придумала вы даже не поверите я снимаю на своем султане это у меня напольный станок да просто накрыла чтобы султан вообще у меня этим шарфиком шелком всегда этот султан накрыть чтобы на него пыль не летела я его не вот короче стоит сделать террическое сцепление я забыла а я сложила камву пополам все я ставила серединку самую иголочку то есть все как надо чтобы начать серединке начала где-то отсюда то вышла там совсем маленький кусочек и мне неудобно шить вниз вот так вот да у меня крестики тогда получается кривоватенький мне надо шить вверх и вот так вот как-то так по диагонали я шью ну вот если смотря символы идут да так тоже неплохо но я как-то больше привыкла наверно вот так это к султана шью начала у меня первые крестики были внизу слева мы вот привычка у меня такая и крестики я уже привыкла как я закрываю полукрест верхний сюда и чтобы мне идти наверх что у меня это преломление нити было чтобы крестики становились ровно вы понимаете о чем я говорю я не могу объяснить почему-то английские слова лежат в голову вот я потом мононитью тут разметила так чтобы мне какую-то точку отсюда взять и начать двигаться вверх то есть все у меня без ошибок соединилось вот с тем вышитым участком что я вышила все у меня то есть не сделать нигде ошибки но вот у меня почему-то узор сапожок сместился да ладно тут уже ну канва не сыпется я ее не треплю да она мне как вот была натянута на рамку так я ее и держу снимаю ничего не делаю да а здесь вот такой-то у меня кусок конечно мне хватит место здесь чтобы сшить сапожок но все таки я не понимаю как так у меня получилось просто не понимаю то ли рука соскользнула то ли какое-то я место здесь перепутала начала не то вышивать что хотела то есть взяла правильную нитку но просто не с тех символов начала не с тех конкретно крестиков с которых хотела может быть что-то у меня в глазах зарябило насчет оформления этого носка у меня такие мысли конечно и планы наполеоновские но изменяешь и я мотористка не в принципе максимум что можно позволить пришить это пуговицу остальное я могу пришить что-то к себе себя еще к чему-то ну и вообще не умея красиво шить так вот чтобы даже на машинке прострочить ровную линию для меня проблема кого обметать да я могу но видите я ее не обмет потому что он просто не люблю шить я люблю вышивать я люблю вязать я могу крючком там или даже иголкой вот для вязания соединить и детали которые мне нужно довязаны в основном я это делаю крючком делала потому что сейчас у меня выше вязальная моя карьера пока приостановлено мне не очень интересно вот это когда я беременна своей второй точкой была своим вторым ребенком то я там обвязала всех и вся у меня у меня перло просто причем свою дочку я не особо обвязала своих детей ну там шапка там жилетка теплая домой дома ходить зимой чтобы не надевать там свитеров кучуков да жилеточку такую и сыну и дочки одинаковые вязала прикольные такие да и все а всех остальных там шапочки пинеточки какие-то дофига кофточки пледики в коляску я себе вязала пледик под цвет коляски красный у меня была красная коляска ярко-ярко-красный плед красивый вот и поэтому для меня это будет конечно такой отважный шаг шить этим сапожки вот предлагается такой фетр да красный безумно смотрится зеленый с красным по цветовому кругу это все подходит я как я занимаюсь ногтями да и рисую и все и ходила на курсы когда росписи мы изучали вот как это сказать цвета сочетание все и ну не запомнилось да что с чем в принципе у меня глаз наметана цвета что с чем сочетать скажем так но это же фетр я хочу чтобы этот сапожок служил подольше да а он же он растрепится он будет как вата я в общем его использовать не буду для задника я заказала красный бархат вельвет ткань с алиэкспресс или с ибэй по-моему с ибэй с англии кусочек должно хватить на два сапога вот и наверное еще останется если у меня моя рута разродиться тем чтобы вышить сапожок свои дубчики она вроде как посмотрела что я вышивая захотела но не знаю надо ее это как это сказать не подогнать а подговорить уже уговорить чтобы она мнение в положительную сторону поменяла вот и еще заказала два вида тканей хлопковый хлопковых таких тонень тонкий хлопок китайских с алиэкспресс под этот сапожок будет такая по-моему красная ткань и то ли санты то ли снеговики на зеленых этих слей как они санки наверно да просто много много их там а под другой сапожок под голубенький там голубая ткань с какими-то белыми то ли снеговиками снежинками что-то такое ну в общем подбирала это будет внутренность сапожка как же она называется то подкладка вкладка просто чтобы закрыть изнанку сейчас вам покажу свою изнанку и я не здесь я делаю протяжки видите в принципе неплохая на протяжки делаю мне лениво было от этих шарика до шарика там закрывать нитку и потом прикреплять опять поэтому я делала протяжки и вот чтобы когда вы будете что-то в этот сапожок вставлять вот постоянно не цеплять эти протяжки да и вообще не портилась чтобы изнанка не дай бог где-нибудь ниточки не распустились я хочу сделать подкладку как я это буду делать вообще еще и пока не представляю какие-то буду все выкраивать выстрачивать придется мне по моему разориться на швейную машинку ну я видела не так она особо не нужна ничего так не подшиваю не шью я видела с вике и продается такая самая простая швейная машинка там тоже какие-то много швов у нее есть но она не оверлочивает ничего она просто вот именно разные строчки шьет и она стоит 50 евро и я наверное когда время придет шить сапоги я все-таки разорюсь и потом может быть отошлю эту швейную машинку маме потому что она хотела себе новую в общем сделаю себе полезное дело и маме тоже вот так что такой вот был у меня отчет следующий раз я вам покажу уже готовый сапожок сначала без бэкстича и смена кадра будет с бэкстичем чтобы явно было видно как преображает бэк дизайн не только дименшинс вообще вышивку да на который в принципе рассчитано чтобы они были с бэком вот так что вот так вот очень это все быстро вышивается кто еще думает какой сапожок выбрать выбирайте вообще он просто элементарный очень классно вышивается такой яркий так вообще балдеешь от этих цветов разнообразных ярких они такие такие яркие очень вот и ну для маленьких детей это вообще шикарно шикарный дизайн ничего замороченного я вообще балдею от сапожка по моему holy night silent night он называется там где в хлеву мария джозеф иисус лежит в колыбели там маленькие эти барашки он но он такой на 18 конве этом золотыми нитями там уже такой конкретный дизайн серьезные ну не 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 дни детский до детям детей привлекают яркие цвета какие-то такие элементы не замороченные поэтому я думаю мои детишки будут очень рады таким сапожкам к рождеству вот а второй сапожок я буду уже отшивать в ноябре как мы в принципе планировали там какие-то идеи будет организовывать совместник если она конечно не забудет но если забудет то выше так сама надо до рождества и обязательно должна два до этого рождества сто процентов отложу все что надо отложить но два сапожка у меня будет висеть на камине в этом году обязательно так что вот так вот всем удачи всем ровных крестиков и пока удачи всем ровно